Всем привет друзья, с вами Андрей и сегодня в выпуске вас ждет китайский термоядерный реактор, который установил рекорд удержания плазмы. Гиперзарядное устройство Xiaomi зарядит смартфон всего за 8 минут. Велосипед на подводных крыльях Manta 5 позволит гонять по воде на скорости 20 километров в час. Tencent разработала двухколесного робота и научила его делать сальто. А также британские инженеры поставили робота на все направленные сферические колеса. На все эти темы мы поговорим сегодня в нашем выпуске. Не забывайте подписываться на канал, устраивайтесь поудобнее. Я желаю вам приятного просмотра. Поехали! Физики сделали еще один шаг к бесконечной и чистой энергии. По сообщению агентства Синьхуа, экспериментальный сверхпроводящий Токомак Академии Наук КНР в раскаленном до 120 миллионов градусов состоянии в течение 101 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал корейским коллегам. Задача металлического Тора с магнитными катушками удерживать потоки раскаленной водородной плазмы от контакта со стенками Токомака достаточно долго, чтобы произошла реакция. В 2016 году ученые из ИСТ смогли разогреть водородную плазму примерно до 50 миллионов градусов и удерживать ее в таком состоянии на протяжении 102 секунд. Затем в 2018 году они подняли планку до 100 миллионов градусов. Это в 6 раз жарче, чем в центре Солнца. И удерживали они эту плазму на протяжении 10 секунд. Новый эксперимент стал следующим шагом вперед и по температуре, и по времени. Новый рекорд составляет 120 миллионов градусов по Цельсию в течение 101 секунды. Кроме того, в отдельном испытании ученые подняли температуру до 160 миллионов градусов и удерживали ее 20 секунд. Конечная цель – найти способ удержания плазмы при температуре около 100 миллионов градусов по Цельсию свыше 1000 секунд. Это приблизительно 17 минут. Компания Xiaomi представила систему HyperCharge, с помощью которой можно зарядить смартфон на 50% всего за 3 минуты. Нетрудно догадаться, что устройство обладает невероятной мощностью. В проводном режиме оно выдает 200 Вт, а в беспроводном – 120 Вт. Компания опубликовала ролик на YouTube, где можно увидеть смартфон в окружении двух счетчиков, мощности и отображающего, сколько Вт залилось в батарее в режиме реального времени. Вначале мощность заряда медленно растет, в то время как аккумулятор постепенно заряжается. По достижении 200 Вт батарея уже заполнилась на 22%, при этом на все ушло меньше, чем полторы минуты. Интенсивность зарядки снижается после того, как батарея заряжается наполовину, однако нужно уточнить, что речь идет не о серийном бюджетнике, а о тяжеловике Mi 11 Pro, с изготовленной по заказу батареи на 4000 мАч. Впервые о водном велосипеде на подводных крыльях Manta 5 стала известна в конце 2017 года. Его официальная презентация состоялась спустя три года на престижной выставке CS 2020. Концепция этого водного электровелосипеда была разработана в Новой Зеландии. Производство одной из моделей Manta 5 XE1 налажено в Китае, она была представлена буквально неделю назад. Хорошо тренированный гонщик, если как следует постарается, сможет с помощью педальной системы XE1 разогнаться до 22 км в час и устроить себе незабываемую 4,5-часовую морскую прогулку. Время обусловлено зарядом аккумулятора, питающего электромотор, который помогает крутить винт. Но разработчики утверждают, что спортсменам вполне под силу обойтись и вовсе без электропомощника. Правда, педали придется крутить под приличной нагрузкой. Подводное крыло Manta 5 XE1, впервые показанное на гонках Кубка Америки в гавани Окленда два месяца назад, произвело ажиотаж. Вскоре после этого менеджер компании продемонстрировал его возможности, переплыв пролив Кука между северной и южной частью Новой Зеландии. Сегодня в планах европейских дистрибьюторов Manta 5 пересечь Ла-Манш. Приобрести Manta 5 XE1 уже можно в США, Великобритании, Европе и Новой Зеландии по цене 9000 баксов. Ожидается, что к 2023 году компания будет выпускать несколько моделей водных велосипедов на подводных крыльях, включая гоночные версии Manta 5 XE1 и специальную модель для серфинга. Китайская компания Tencent представила двухколесного робота Олли с опциональной роборукой и маятником, помогающим ему при выполнении задач. Например, он позволяет ему крутиться в полете и делать сальто, а также служит опорой при хватании предметов рукой. Разработчики роботов все чаще стараются объединить в них преимущества колесного и ходячего способов передвижения. Как правило, в результате получаются четвероногие роботы с опциональными колесами на концах ног или коленях. Робот Олли стоит на двух колесах, но в нем вместо двух ног использована конструкция пантографа с четырьмя секциями, соединяющими колеса с корпусом. Робот работает под управлением динамических алгоритмов управления, поддерживающих баланс. Благодаря им он не перевернется. Если одно из колес внезапно провалится вниз при езде или если с ним столкнется тяжелый предмет, также это ему позволяет спускаться с лестниц. Одно из отличий в алгоритмах от предыдущих аналогов заключается в том, что он может запрыгивать на препятствия одним или двумя колесами, причем даже если они сопоставимы по высоте с его ростом. Минимальная высота робота составляет 35 сантиметров. Главное конструкционное отличие заключается в том, что в нижней части корпуса у Олли есть дополнительная подвижная деталь. Маятник или хвост, как его зачастую называют в робототехнике. Инженеры придумали ему два применения. Во-первых, поскольку у него есть заметная относительно робота масса, при вращении он придает роботу момент импульса и позволяет вращаться в прыжке. Во-вторых, разработчики показали, что маятник можно использовать как опору. В этой демонстрации они использовали удлиненную примерно в полтора раза версию маятника, за счет чего он достает до пола, даже если робот почти полностью распрямил ноги. Британский инженер разработал и собрал робота, который может ездить во все стороны благодаря всенаправленным сферическим колесам. При использовании обычных колес инженерам приходится использовать поворотные механизмы. В большинстве случаев это означает, что у робота или машины появляется определенный радиус поворота, мешающий при езде в узких местах. Для отдельных поворотных механизмов есть альтернатива в виде всенаправленных колес и колес Илона. Они немного различаются по конструкции, но оба варианта состоят из диска и закрепленных на них подвижных роликов. Благодаря им машина может двигаться не только вдоль плоскости диска, но и в других направлениях, не поворачивая его. Британский инженер Джеймс Брутон разработал слегка усовершенствованное сферическое колесо и собрал на его основе робота. В центре колеса располагается металлический вал. На нем же неподвижно закреплены два небольших торцевых колеса и ориентированы по направлению вала. Полусферы устанавливаются вокруг небольших колес и крепятся через подшипники для свободного хода. По версии Брутона полусферы также снабжены выступающими ребрами для сцепления с поверхностью. Почти все части колеса инженер напечатал на 3D принтере. На нем же Брутон напечатал и большую часть деталей робота. Он имеет простую конструкцию из рамы, трех колес и трех электромоторов, связанных с валами колес через ремень. Разработчик написал алгоритм для робота, преобразующий направление движения, которое задает оператор в частоты вращения трех колес. Робот способен разворачиваться на месте, ехать в любом направлении и совмещать эти движения. Кроме того, тесты показали, что он может ездить по разным покрытиям и даже переезжать через небольшие препятствия. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте этому выпуску лайк и нажимайте на колокольчик. Обязательно подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки вы найдете в описании. Ну а я буду с вами прощаться, желаю вам отличного настроения, увидимся в следующем выпуске, пока! Субтитры сделал DimaTorzok